Добрый вечер! На канале БУК-ТВ большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. Авторы репортажей расскажут о том, что волнует жителей областного центра, какие решения принимаются, какие инициативы реализуются. Коротко о главном. Беларусь отметила День независимости. Праздничные мероприятия в Бресте начались рано утром с возложения венков на Площади Свободы и в Брестской крепости Героя. Завершились праздничным концертом, салютом и республиканской акцией «Споем гимн вместе». Торжество объединило всех горожан, тех, кто гордится своим отечеством. Подарок Бресту и Брещанам в День независимости. Кобринский путепровод в областном центре торжественно открыт. Партнерство органов власти и бизнеса решает многие социальные задачи. В Бресте продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий и возведению детских площадок. Об этом и не только. Прямо сейчас. Беларусь отметила один из главных государственных праздников – День независимости. В этом году дата особенная. Ровно 75 лет назад был освобожден Минск. С этого момента началась новая мирная история всей Беларуси. Череда мероприятий, приуроченных к празднику, охватила весь Брест. Ударной волной областной центр накрыли митинги, шествия, встречи, концертные программы. Вечером небо над городом раскрасили залпы праздничного салюта, а после него состоялся масштабный флешмоб «Споем гимн вместе». Наши корреспонденты работали на всех локациях и предлагают вспомнить, каким был День независимости в Бресте. Мы подготовили подробный обзор праздничных событий. День независимости в Бресте начался с самого утра на Площади Свободы. У памятника в честь войск Первого Белорусского фронта, освободивших город от немецко-фашистских захватчиков, было традиционно оживлено. В едином праздничном строю ветераны, представители вертикали власти, депутатского корпуса, предприятия, организации общественных объединений. Почтить память с минутой молчания, но в этот день кажется красноречивее любых слов, и возложить венки на бетонные плиты обелиска – прямая обязанность. Ведь для каждого третьего Белоруса День независимости страны – это личная история. Долг также собственного гражданина – это защита Отечества. То, что 75 лет нет войны, и что наше государство празднует 75 лет освобождения, это величайший праздник и величайшая заслуга тех людей, которые защищали, и те, кто погибли, отдали свои жизни, мы должны, конечно, всегда помнить и делать все необходимое, чтобы не допустить никогда такого страшного, такой страшной войны, как Великая Отечественная война. Белоруссия, она богатейший, имеет богатейшую историю. Белорусский народ заслужил того, чтобы весь мир его уважал, чтобы весь мир помнил эти боевые заслуги, этот труд, эту кровь, эти гибели людей. Поэтому этот праздник знаменательный. День независимости – тот день, когда утопает в цветах и главный символ мужества Белоруссии – Брестская крепость-герой. Ежегодно в главный государственный праздник страны сюда приходят тысячи людей – белорусов и зарубежных гостей, чтобы поклониться стойкости, силе духа, храбрости и самоотверженности солдат Великой Победы. С каждым годом в строю все меньше живых свидетелей военных событий. На нас, тех, кто живет в мирное время, это налагает особую ответственность. Сегодня ни один из них не останется без внимания. В каждом городе, районе, населенном пункте им уделяется внимание как со стороны местных органов власти, так и со стороны организаций, предприятий, на которых они работали, со стороны молодежи. Этим людям им уже в основном особо ничего не нужно. Им самое главное сегодня – внимание. медицинское обслуживание нужно, потому что они, естественно, все уже в преклонном возрасте. И поэтому это и оказывает государство. Кажется, не было в Бресте такого места, где бы не ощущался размах торжества. День независимости был, есть и остается самым главным объединяющим семейным праздником. Возможно, поэтому тематический вечер под мирным небом Беларуси, который состоялся в Ленинском районе города, микрорайоне Задворце, объединил большое количество брещан. Обязательный ритуал программы – вручение юбилейных медалей тем, кто ковал освобождением. Неважно, сколько тебе лет, мне, например, 95. Но все равно, когда люди помнят, что сделали, это не только я, так сказать. Всех, кто был на фронте, кто воевал, и кто не воевал, кто был в тылу, все в едином порыве, так сказать, делали все для того, чтобы победить. И победили. Я могу пожелать только что, прежде всего, конечно, здоровья. Это очень важно, потому что без здоровья ничего не делаешь. Второе – это иметь какую-то обязательную цель, понимаете? Не просто так жить. А на сегодня так, завтра так. А какая это цель? У нас и большинство, мне кажется, молодежи есть цель. Есть цель, значит, постепенно к этой цели надо что-то делать хорошее. Ну и самое главное, наверное, быть добрым. А вот эпицентром вечерних праздничных торжеств в Бресте стало историческое сердце города. Священная цитадель над Богом. Именно здесь прозвенели, прозвучали финишные аккорды Дня Независимости. Без преувеличения тысячи людей пришли сюда, чтобы окунуться в атмосферу праздника, посмотреть, как озаряет мирное небо залпы праздничного салюта и, конечно, лично произнести эти заветные для каждого из нас фразы «Мы, белорусы, мирные люди и живи, квитней, Беларусь!» Тысячи людей слились голосами в Альдином хоре, как одна большая семья. Пожалуй, именно этот эпизод стал самым эмоциональным и трогательным. И это говорит, если не обо всем, то об очень многом. Самое главное о том, что память жива и будет жить. Ее хранят души и сердца тех, благодаря которому сегодня в небе лишь залпы салюта. В Беларуси есть хорошая традиция – в дни государственных праздников вводить в строй новые значимые объекты. День независимости 2019 года в городе над Бугом отмечен торжественным открытием после масштабной реконструкции Кобринского путепровода. Для Бреста и Брещана это значимый подарок. Процесс реновации был напряженным и сложным, но строителям удалось вдохнуть в мост вторую жизнь. Сегодня сооружение соответствует всем европейским стандартам и требованиям. Столь масштабные преобразования оценила и наша съемочная группа. Но сначала мы предлагаем освежить в памяти основные этапы реконструкции. Это уже история, которая длилась почти два года, пока на одной из самых оживленных главных транспортных артерий Кобринском путепроводе автомобильная жизнь бурлит, и не переставая под мостом, звучат поздравительные речи. Сегодня для Брещан очень важное и без доли преувеличения долгожданное событие. Торжественное открытие Кобринского путепровода после длительной реконструкции. Благодаря завершению ремонтно-строительных работ Кобринский мост, разделяющий город на две части, получил второе дыхание. Стоимость сметная была более 20 миллионов белорусских рублей. Благодаря тому, что строители, которые присутствуют здесь, это ДСТ-4, которые основные работы производили здесь, за счет уменьшения сроков, удалось сократить и сметную стоимость. Но она также немалая, более 19 миллионов рублей. Эти средства, я уверен, бюджетные средства, которые направлены на этот объект, они окупятся в троице и будут хорошим подарком тысячелетию. Событие значимое, потому неудивительно, что собралось большое количество гостей. Среди участников, конечно, строители. Их так или иначе можно назвать создателями уникального моста. Это люди, месяцами решавшие сложнейшие инженерные задачи. Они строили инфраструктурный объект, которым сегодня может по праву гордиться каждый брещанин, ведь сооружение соответствует всем европейским стандартам. Еще лет пять назад реконструкция Коплинского путепровода казалась чем-то очень, ну, неизбыточным, а уж тем более в таком формате. И когда мы к этой теме подошли, внимательно обследовав тот старый путепровод, мы поняли, что это уже ситуация, ну, просто аварийная практически. Поэтому благодаря, прежде всего, главе государства, который этот объект включил в распоряжение по тысячелетию, у нас получилось забить, как говорится, вот это финансирование. Деньги областного бюджета. Ну и, конечно, самая сложная была тема, она сегодня звучала, это каким образом сделать мост, не перекрывая движение. И то, что сделали здесь наши генподрядчики и субподрядчики, это просто подвиг. Работа на объекте велись при движении, постоянном движении общественного транспорта и автомобильного транспорта. Причем интенсивность транспорта в отдельный период доходила до 30 тысяч автомобилей в сутки. Безусловно, это отладывало отпечаток на вопросы, связанные с решением организационного характера и техническими задачами. Мы поставили задачу, как можно меньше создать неудобств пользователям, которые приезжали по этому объекту в процессе реконструкции. Ну и, разумеется, в любом случае сокращение сроков строительства, это экономический эффект, который здесь достигнут, был благодаря именно этому. Благодаря нормальному, считай, достойному отношению всех, кто работал на этом объекте. Почетное право разрезать красную ленду и открыть движение по просторному подземному переходу было предоставлено помощнику президента Беларуси Побресской области Анатолию Маркевичу, губернатору региона Анатолию Лису и мэру города Александру Рогачку. Коротко о том, что изменилось кардинально. Во-первых, увеличилась пропускная способность. Сейчас в каждом направлении по три полосы отдельные для общественного транспорта. Внизу моста пешеходный тоннель, оборудована безбарьерная среда, предусмотрена парковка. Кстати, Кобринский путепровод еще эффектнее будет смотреться в вечернее ночное время. Дорога под мостом будет подсвечиваться ярким сине-фиолетовым светом. Такое решение было принято не случайно. Признаюсь откровенно, это будет общий тренд теперь и дальше. Точно так же мы красиво хотим подсветить и западный обход нашего города. И при реставрации прежних мостов, которые есть, мы тоже будем делать такую современную европейскую подсветку. Очень удобно теперь будет людям с этим подземным переходом. Очень удобно будет и то, что многие машины будут уходить сразу направо, сюда на нефтяную. Соответственно, перекресток бульвара-космонавтов будет менее загружено. Самое важное, что объект сдан на несколько месяцев раньше без ущерба качества. Мы говорим о великолепии и уникальности сооружения. Все это создали обычные рабочие. Первые отзывы от автолюбителей, пешеходов и велосипедистов не заставили себя долго ждать. У меня нет машины, у меня только вот такой. Поэтому вот это я оцениваю. Переход у нас, потому что очень важно, проще добираться на эту часть города. Я впечатлена изменениями, которые внесены. Это, во-первых, разгрузит полностью город, во-первых, расчистит нашу, так сказать, территорию и станет более комфортно для людей. Перейти, да, конечно, удобнее. И машинам удобнее, не надо стоять, да, светофора нет. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Рожденные в День независимости 12 малышей появилось на свет в Брестском областном родильном доме в день рождения страны 3 июля. По традиции в рамках 10-й республиканской акции «Белая Русь с любовью к детям» поздравить мам с самым главным событием – рождением ребенка пришли представители организации «Белая Русь» депутатского корпуса области и города – палаты представителей национального собрания Республики Беларусь. Вот такой вот мальчик у нас родился. У прекрасной мамы, высокой культуры, образованной. Ну и такой же мальчик, такой же замечательный. Маленький Назар родился 3 июля. Такого совпадения не ожидали родители, не прогнозировали и доктора, но сей факт не опечалил. Молодая мама счастлива, что сын появился на свет в главный праздник страны – здоровым и крепким. Родили мальчика 3-го числа, на День независимости, поэтому для нашей семьи это праздник двойной. Независимо от решения врачей, ребенок наш решил появиться именно в этот день, в 5.30. Поэтому это праздник двойной для нашей семьи, несмотря на то, что это главный государственный, у нас это главный дважды. Роды, вы знаете, это то чудо, которое невозможно без помощи таких специалистов, профессионалов, которые работают в этом роддоме. Поэтому огромная благодарность и искреннее уважение бригаде, которая принимала роды у меня на втором этаже в обсервации, за их профессионализм, за их, что немаловажно для женщин в таком состоянии, это моральную поддержку. Эти мамы, конечно, думают о том, кого они привозят в этот мир, как они будут жить дальше, их жизнь поменяется коренным образом. Конечно, это очень радует, потому что воспитание ребенка, рождение ребенка – это очень тяжелый труд. Я пожелаю, конечно, как доктор, прежде всего, крепкого здоровья ребенку и матери. Это самые основные постулаты жизни. Если будет здоровье, тогда все зависит уже от человека. Это его воспитание, воспитание на благо нашей Родины, конечно. Нас не так много белорусов, и очень бы хотелось, чтобы дети рождались, рождались здоровые, рождались умные, которые в этой жизни, в этом государстве нашли себя. Условия для этого созданы. Назару и еще семи мальчишкам в будущем придется побороться за невест в этот день девочек в мир, пришло меньше, всего четыре. Но зато какие красавицы! Однако, хотелось бы отметить, что все-таки в целом по области равенство все-таки состоялось. Из 26 родов, 13 мальчиков и 13 девочек. Спад рождаемости начался у нас в 2016 году, а теперь этот спад действительно замедляется. Не быстрыми темпами, но все-таки всего лишь каких-то 180 родов отделяет нас от прошлого года. Если брать годами двумя-тремя, раньше там был спад до тысячи родов за полугодие. Поэтому сейчас этот спад, тенденция к снижению родов, она снижается. Брестская область навсегда была на высоте по рождаемости. И по итогам работы за прошлый год тоже самая высокая рождаемость в Брестской области. Причем при самых низких потерях новорожденных. 12 мам, чьи малыши появились на свет в День независимости нашей страны, принимали поздравления сегодня в рамках традиционной ежегодной акции «Белая Русь с любовью к детям». Почетная миссия поприветствовать новорожденных белорусов и их счастливых мам уже десятый год собирает в Брестском областном роддоме представителей Республиканского общественного объединения «Белая Русь», а также депутатов городского совета. Поддержка семьи и материнства в нашем государстве в приоритете. Радость материнства получается откуда? Из семьи. То есть должна быть семья, должны быть дети, и детей должно быть много, потому что слово «семья» – семья. Я счастлив, что есть такие общественные организации, потому что это все начиналось еще 10 лет назад, когда я еще возглавлял это учреждение, и общественное объединение «Белая Русь», которая не боится, взяла на себя такую ответственность, и каждый год приходит, поздравляет женщин наш главный праздник. И это очень здорово, и мы тоже стараемся их поддержать и принять участие. В числе новорожденных красавиц и дочка Оксана Берестюк, которая родом из Украины, девочка долгожданная и очень желанная. По признанию молодой мамы, эмоции, которые она испытала в день появления на свет Сергеевны, с именем пока еще не определились, называют по отчеству, не поддаются никакому описанию. Девочка решила появиться на праздник. Родились мы в час сорок ночью, третьего числа. Родилась девочка, малышка наша, 2,620, 49 сантиметров. Пока что она у нас Сергеевна. По отчеству называемая Сергеевна. Еще с именем определяемся. Определяемся. Еще надо посоветоваться с папой. Мы сегодня решили поздравить вся областная организация районная, две московские, ленинские. Поздравить тех мам, которые родили детишек, именно в день независимости. Поэтому примите цветочки. А это такой небольшой подарочек. В семье все пригодится. Тем более уже у вас увеличилась семья. То есть двое деток, да? Пусть это будет на память. Родились настоящие патриоты. Именно так обычно говорят о малышах, которые появились на свет 3 июля. И разве может быть иначе, если они сделали свой первый вдох. А затем скажут и первые слова. Сделают первые шаги на независимой и суверенной белорусской земле. Вы смотрите программу «Итоги недели» на Бук-ТВ. Говорим об актуальном. Реализация программы государственно-частного партнерства, которая работает в Беларуси на протяжении последних лет, качественно меняет ситуацию в решении многих социальных вопросов. Яркий пример тому – обустройство детских площадок. В Бресте за короткие сроки многие дворовые территории приросли современными качественными игровыми и спортивными комплексами. Парк мира. Территория набережной и Гаврилова у физкультурно-оздоровительного комплекса. Детские городки в новых микрорайонах, а также на Граевке и Речице. Наши корреспонденты провели своеобразный мониторинг и узнали, как по-взрослому решается детский вопрос. Когда бизнес помогает городу, решаются вопросы различных направлений и масштаба. Бизнесмены, развивая собственные предприятия, не стоят в стороне от проблем местного значения, а вносят свои инвестиции в общее дело. Яркий пример – реконструкция парка мира открытым акционерным обществом «Савушкин продукт». И это лишь один из примеров. Но сегодня разговор пойдет о детских игровых и спортивных комплексах. Современные, яркие, соответствующие всем требованиям и стандартам безопасности, а главное – запросам малышей, каждый месяц появляются в разных точках Бреста, демонстрируя наглядный пример действия программы государственно-частного партнерства. На сегодняшний день в рамках подготовки города к празднованию тысячелетия благоустройство придомовых территорий и установка детско-игровых площадок осуществляется также в рамках оказания спонсорских помощей. Данные спонсорские помощи оказывают на сегодняшний день наши брестские предприятия. Они закупают детско-игровое оборудование, передают нам. В дальнейшем мы его восстанавливаем и делаем наши дворы пригодные для отдыха наших детей. С финансовым участием спонсоров в 2018 году было установлено 13 игровых комплексов в разных районах Бреста. С начала этого года уже 10 специально оборудованных мест для занятий спортом и игр радуют маленьких брещан. И останавливаться на сделанном в планах у руководства нет. У нас ведется дополнение к тем семи спонсорам, ведется общение с двумя крупными организациями города Бреста, которые готовы оказать спонсорскую помощь и установить детско-игровое оборудование. В настоящее время это, конечно, на стадии переговоров, но результат, я думаю, будет положительный. И в скором времени, даже, я думаю, что в июле месяце, два двора, две придомовые территории будут благоустроены и установлены комплексы детского игрового оборудования. Убедиться в реализации программы государственно-частного партнерства наша съемочная группа смогла воочию. Во дворе дома по улице Набережной 36 во время нашего общения с Олегом Леонидовичем полным ходом шла установка детского игрового комплекса, соответствующая всем современным требованиям. Подарок сделанный городу Брестке мусороперерабатывающим заводом. Немного ранее Брестский мясокомбинат установил игровой комплекс в микрорайоне Речица. Для детей сразу нескольких дворов. Раньше здесь ничего не было. То есть здесь было просто пустое поле и свободные кащели. Сейчас же тут построили много чего. Тут и в футбол можно поиграть, и на горке покататься. Много всяких видов развлечений. У нас была такая радость, что поставили много всего разного. И мы сразу, как увидели, мы все начали выходить, даже когда это ставили. Я проснулась даже от шума 8.50, когда ставили эту площадку. Мне сразу захотелось выйти погулять и покататься на этом. Радость ребятишек понятна и доказывает востребованность прямого сотрудничества местных властей с представителями бизнеса. Новые качели, песочницы, горки, игровые и спортивные комплексы становятся центром притяжения ребят для совместных игр и общения. Мы живем от этого места как бы далеко. У нас нет такой площадки. И просто проезжая мимо, ребенок не может удержаться. Просто с криками мы останавливаемся, идем сюда. И просто часами ребенка отсюда невозможно забрать. Мы приехали сюда специально. Мы вообще живем далеко, но нам здесь очень нравится. И будем еще приезжать. Нам очень нравится это место. Когда взрослые поворачиваются лицом к детям, их нуждам, интересам всегда получается отличный результат. Нам всем нужно спешить делать хорошие дела. Ведь Брест – город дружественный детям. А это высокий статус, которому необходимо соответствовать. Продолжаем выпуск. Лето. Горячий сезон у представителей самых разных служб, в том числе и у сотрудников аэропортов. В Брестском работа сегодня в буквальном смысле кипит. В солнечную Болгарию, гостеприимную Турцию, богатую контрастами и живописной природой Черногорию или популярный Египет. Белорусы и, кстати, зарубежные туристы летят прямиком из Бреста. О новых авиарейсах и закрытии одного из существующих в нашем следующем сюжете. Сезон отпусков в самом разгаре в Брестском аэропорту традиционно оживленный. Кто-то проходит регистрацию, а кто-то уже из зала ожидания наслаждается прекрасным видом взлетно-посадочной полосы. Лететь из Бреста можно в самые разные страны, выбор широк. В этом сезоне летают чартеры на курорты солнечного и средиземного берега Турции и морского Египта, не очень далекой от Белоруссии в географическом отношении Черногории и яркой Болгарии. Турция, Анталия, Болгария, Бургас. Два рейса вместе практически уходят. Третий год идет Черногория, тоже довольно популярно. И работает Египет, который начался с октября прошлого года. Полная загрузка самолетов как была, так и продолжается. Летают и российские граждане, и Украина, и иностранные граждане летают. Программа чартерных рейсов, туристическая программа обширная. Все работники аэропорта стараются обслужить и на высоком уровне пассажиров, качественно, с полной выкладкой сил, конечно же. Потому что лето – это пора отпусков, нагрузка увеличивается, пассажиры разные. Плюс добавляется иногда и жара, поэтому температурный режим влияет. Вылеты в Турцию, Болгарию и Черногорию осуществляются на протяжении всего лета. Последний рейс отправится в сентябре. Один из основных и хорошо зарекомендовавших себя авиарейсов египетские хургады и шарм-эль-Шейх будут продолжаться на протяжении всего года. А вот рейс в Калининград прекратит полеты уже с августа этого года. Что касается новинок, настоящим украшением полетной программы образца 2019-го стал тур в жаркий африканский Тунис. Загруженность этого рейса впечатляет. Направление этого года новое, это Энфида Тунис, тоже грузится 99-100%. Народ летает отдыхать. Это выбор туроператора, то есть мы являемся обслуживающим компанией, которая соединяет пассажиров и самолеты. Республиканское унитарное предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Беллаэронавигация» или по-простому «Брестский аэропорт» располагает аэровокзальным комплексом с пропускной способностью до 4 сыл человек в час с пограничными, таможенными и другими службами. Сегодня аэропорт обладает всеми необходимыми техническими возможностями, чтобы в полном объеме обеспечивать потребности различных авиакомпаний и грузоперевозчиков. Можем предложить всем желающим обслуживание грузовых рейсов, тому, кому надо совершать какие-то перевозки грузов транзитом в Брест, дальше транзитом на Западную Европу или Западную Европу, Юго-Восточную Азию, Ближний Восток, пожалуйста. У нас есть для этого склад СВХ открытый, необходимое оборудование. Мы готовы сотрудничать с любыми веакомпаниями и грузоперевозчиками. Виктория Нечаева, Олег Короткевич и Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Беларусь заинтересована в транзите – железнодорожном, автомобильном, водном. У страны нет выхода к морю, но ведь не зря нас называют жителями Синеокой – страной озер и рек. Протяженность водных путей Беларуси – 2500 километров. А потому развитие отрасли судоходства – перспективное направление в экономике, что немаловажно и в туристической сфере. Сегодня в рамках требований европейской квалификации в стране активно ведется модернизация водных путей, стимулируют процессы, масштабные проекты. Брестский речной порт – не исключение. Сегодня он переживает масштабный апгрейд. Накануне профессионального праздника работников водного транспорта наши корреспонденты побывали в гостях у речных «Волков». Наталья Луговкина продолжит тему. Речной флот – отрасль уникальная. Труд работников водного транспорта в экономическом развитии нашего государства крайне важен. По статистическим данным, ежегодный объем перевозимых грузов составляет 3,8 миллионов тонн. А это – дополнительные средства в казну страны. Значительную лепту в экономику вносит и Брестский речной порт – лидер грузоперевозок. Также речниками Бреста проводится работа по переработке грузов и комплексному использованию водных ресурсов. Основной вид деятельности наш на данный момент – это добыча песка. Занимаемся сейчас отводом земли под карьер. Работа довольно-таки кропотливая, поскольку законодательство меняется, ну и со всеми вытекающими последствиями. Поэтому проводим работу с Академией наук. Они проводят свои изыскательские мероприятия. И на основании этого будет приниматься решение о выделении земли. По итогам 2018 года добыча песка предприятиям составила 369 миллионов 500 тысяч тонн. Это 134% к плану. Он реализуется различным предприятиям, организациям. Основное – это строительные и дорожные организации города Брест. Да, по большому счету, вот практически весь город, юго-запад, и весь город строится на нашем этом песке, который мы добываем. Безусловно, тот факт, что Брестский порт находится на данном этапе в состоянии смены прописки, вносит свои коррективы в работу. Тем не менее, сбавлять обороты здесь не спешат, а строят планы на будущее. После того, как будет введен в эксплуатацию вот этот грузовой причал в районе Ямна, мы освободим в районе Гузне, и вся эта работа будет происходить в районе деревни Ямна. Там очень удобное географическое расположение, поскольку рядышком трасса М1, поэтому не нужно будет въезжать в город, поскольку вывоз происходит большегрузными машинами. Строительство за пределами города причалов речного порта для минерально-строительных грузов в районе деревни Ямна находится на завершающей стадии, и скоро Брестский речной порт будет функционировать в полном объеме. Еще один важный аспект деятельности – водный туризм, ведь Днепровско-Буквское направление весьма востребовано у зарубежных гостей. Теплоход Гродно – это и визитная карточка города Бреста, это и жители Бреста привыкли, что вот в летний период, на праздники, теплоход Гродно, он уходит и швартуется на набережные в районе, в магазине на тысячу мелочей. Жители Бреста привыкли, у нас очень много звонков, у нас очень много заявок. В этом году мы перевезли больше 12 тысяч жителей и гостей города Бреста. Цифры говорят сами за себя. Но что появится на месте старого речного порта? За ответом на этот вопрос мы обратились к главному архитектору города. Это, по сути, перспективная пешеходная зона, это продолжение реконструируемой набережной, которая сегодня доходит до территории ТЭЦ, и дальше дойдет до крепости. А сегодня в рамках реконструкции набережной, в общем-то, два проекта соединяются на территории речи порта. Это городской сад, который спускается к реке, и сама набережная, которая тоже пешеходной зоной, велодорожкой в этом месте соединяется. Усилится еще эта территория строительством в перспективе ЗАГСа. Либо это будет дворец бракосочетаний с тремя залами торжественных обрядов. И я думаю, что со временем эта зона приобретет свое второе новое дыхание, где будет много и посетителей, где будут кафе, рестораны, зона отдыха. Таким образом, набережная Франциско-Скаренны станет своеобразным продолжением Бресского Арбата, еще одним местом притяжения горожан и туристов. На протяжении всей набережной предусматриваются спуски к воде. И мы видим, что в перспективе должен наладиться либо речной транспорт, может быть, речной трамвай, может быть, какие-то прогулочные катера, которые позволят видеть город не только со стороны наших магистральных улиц, но и со стороны реки. Это, по сути, новый фасад нашего города. Река приобретет второе дыхание, в настоящее время строятся и будут построены причалы, выходы к воде, облицованные террасной доской. Это будут зоны отдыха, зоны, где можно будет с шезлонгом позагорать. Я думаю, что потенциал реки в этом смысле у нас еще далеко не исчерпан. То есть мы сегодня привыкли к улице Советской, пешеходной. У нас великолепные виды, пейзажи на акваторию. Вообще для Бреста это богатство иметь такой водно-зеленый диаметр реку Муховец. Планомерное преобразование, происходящее в прибрежной зоне реки Муховец, которая становится новой городской зоной отдыха, уже сегодня локации востребованы, помогут и работникам водного транспорта. Потенциал развития водного туризма на Брещене высок. В регионе 17 крупных озер, 12 рек и каналов, по которым возможно движение судов в туристических целях. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте, 54-63-67, мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни июля. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 7-8 июля погоду в республике продолжат формировать атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, поступающие с Северной Европы. 7 июля в Бресте будет облачное с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Синоптики говорят о вероятности грозы в ночные часы. Ветер южный с переходом на западный порывистый. Днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью плюс 13-15, максимальная днем 19-21 выше нуля. 8 июля облачно с прояснениями. Утром и днем пройдут кратковременные дожди. Днем с 50-процентной вероятностью возможны грозы. Ветер западный порывистый. Утром и днем сильный порывистый. До 14 градусов температура воздуха в ночные часы и до 18 прогреется воздух в течение дня. Редактор субтитров А.Семкин